МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на ТВ 21+, в студии Всеволод Краснов. Губернатор Мурманской области подписал постановление о новых выплатах участникам специальной военной операции. 5 миллионов рублей полагаются бойцам, удостоенным звания Героя России. В случае смерти деньги будут распределяться между их родителями и супругами. Все эти решения мы приняли для того, чтобы усилить социальную поддержку, поддержать тех наших защитников, которые своими подвигами доказывают верность отчизне и нашей Родине, и которые заслужили такое почетное звание. Сейчас в регионе уже действует ряд мер помощи участникам СВО. Так дети военнослужащих получают бесплатное питание, а семьи – компенсацию расходов за детский сад и обучение в колледже. Кроме того, они могут претендовать на увеличенные субсидии – полтора миллиона рублей – на покупку или строительство дома по программе «Свой дом в Арктике». К слову, в ходе оперативного совещания обсудили итоги реализации этой программы. Она появилась в Заполярье год назад. Северянам уже выдано 665 сертификатов на сумму 810 миллионов рублей. Построено 85 домов. С 1 июля прием заявок приостановлен до 2024. Сейчас Центр содействия жилищному строительству помогает участникам в общении с банками и консультирует их по существующим мерам поддержки. А кто поможет пожилым мурманчанам, лишившимся места для отдыха? К нам в редакцию обратилась председатель кризисного центра Алла. Его помещение было разгромлено. Как это произошло и кто ответит за причиненный ущерб, выясняла Мария Гусакова. На месте шкафчик у нас стоял, здесь около этого самого. Этот шкафчик у нас рядышком место занимал. Здесь у нас порядок был. Некогда уютное помещение, где люди старшего поколения проводили свободное время, превратилось в захламленный подвал. Причина тому – ремонтные работы. Сотрудники управляющей компании течь устранили, а вот строительный мусор за собой убрать не удосужились. Кроме того, по словам членов клуба, здесь устроили настоящий погром. Разбили окна, всю мебель передвинули, вскрыли полы. Эта комната осталась практически в прежнем виде. Однако кто-то явно хотел туда попасть. Но вместо того, чтобы спокойно открыть замок, его просто-напросто вырвали из двери. Альфия Калинина рассказала, что первый раз в этом году к жилищникам за помощью обратилась 26 мая. Эксцентр заливала вода. Казалось, проблему решили, но через несколько дней потоп продолжился. Его последствия повсюду – вздутые обои, грибок на потолке и стенах, высокая влажность. В помещении трудно дышать. Участницы клуба задаются вопросом, кто возместит ущерб. Нам же нужно где-то собираться. А мы сейчас вообще сидим у разбитого корыта. И это не первый раз. В прошлом году точно так же и нас снова поставили перед фактом, что это не УК, не управляющая компания виновата, а виновата 24-я квартира. У меня был шок. Слезы стояли в глазах и в горле. Это же невозможно. Мало того, что затопили, и еще вот это вот все безобразие, как я увидела. Да и еще и так по-хамски общаться с нами, с пожилыми людьми. После того, как в ситуации начала разбираться наша съемочная группа, подключились депутаты областной думы. И дело сдвинулось с мертвой точки. Ну, тут там бардак, да, на самом деле. Бардак надо убрать. То, что оставили, мы уберем. Ну, стекло тоже посмотрим. Может, тогда тоже вставим тогда стекло. Так, а там два случая было-то, на самом деле. Тут нужно немножко разный. Тут протечка была в квартире выше расположена. И там им и акции оставляли. То, что это по халатности одно залитие было. А другое – это парение. Тут нужно еще выяснить, от чего это было. Специалистов действительно прислали. Дыры в полу заделали. С потолка на кухне убрали грибок. В окна вставили стекла. Правда, треснувшие. По мнению северянок, это лишь малая часть того, что нужно сделать. Кризисному центру необходим капитальный ремонт. Чтобы добиться этого, Альфия Калинина собирается отнести заявление в полицию и обращение в профильное министерство. Мария Гусакова, Борис Савельев, ТВ21+. Мурманские спасатели рассказали школьникам о правилах поведения на воде и провели мастер-класс по помощи утопающему. На Семеновском озере. Во время встречи ребятам объяснили, как правильно надевать три вида спасательных жилетов. Особое внимание уделили тому, на котором есть лямки. При падении в воду они не позволяют жилету сорваться. Рассказали и о правилах пользования спасательным кругом. Самое главное аккуратно. На всех этапах вы должны быть аккуратны. От того, как вы увидели человека, до того момента, когда вы пошли его спасать. Одной из самых интересных частей для ребят, конечно, стало помощью утопающему. Делать это нужно правильно, чтобы он не утянул вас на дно. Такая профилактическая акция позволит детям сориентироваться в экстренной ситуации и, возможно, спасти кому-то жизнь. Такие мероприятия у нас проводятся на постоянной основе. Ведут теплые дни в Моносковской области. Ну и также отрезан наших детишек по отпускам. После окончания мастер-класса все ребята получили памятные подарки. Книжки по безопасности на воде и на рукавнике для плавания. Данил Скуратов, ТВ21+. На побережье Баренцева моря обнаружили тело горбатого кита. Причина гибели гиганта пока неизвестна. Научный директор Фонда защиты китов Владимир Латко отметил, что кит не истощен, а значит продолжительную болезнь или закупорку желудка пластиком можно исключить. Ученые предполагают, что морскому обитателю около 4 лет. Как рассказал зоозащитник, в таком возрасте киты гибнут редко. Наиболее вероятная причина, по его мнению, акустический удар пневмопушки геолого-разведчиков или активного противолодочного сонара. Вообще гибнет очень много животных от этой причины. Однако на берег выносится очень небольшой процент. То есть считается так, вот в мировой практике считается, что что-то около 2% всего лишь животных, погибших в океане, выносится на берег. Соответственно, то, что нам вынесло одного, это может быть вершина айсберга. По словам ученых, сейчас лучше всего вернуть тело кита в море. Обычно к туши привязывают грузы и оттаскивают к глубокой воде. Там млекопитающее принесет пользу для флоры и фауны. Яркими спортивными событиями, необычной шоу-программы и большим концертом звезд российской эстрады отметили в минувшую субботу профессиональный праздник Металлурги в Манчегорске. Для работников Кольской ГМК этот день еще и день компании. Накануне лучшим специалистам и ветеранам производства вручили награды. За достижение высоких производственных показателей, добросовестное выполнение трудовых обязанностей, профессионализм и ответственность работники были удостойны наград различного уровня. Многие нашли своих героев прямо в цехах и подразделениях. Эмоции самые положительные. Очень приятно получать такие награды. Есть к чему еще стремиться. За вклад в развитие промышленности, за многолетний труд. Я старше работаю 40 лет на предприятии. На сегодняшний день я считаю, что компания для нас, для наших работников, всех, независимо от того, где мы находимся, делает очень много. Просто мне есть чем сравнивать, и я могу сказать это с уверенностью. Развитие, оно реально в данной компании. И здесь очень ценится, когда сотрудник полностью вовлечен в производство. Что мы и должны, в принципе, делать. Это наш второй дом. Кульминацией череды награждений стал торжественный вечер в городском центре культуры Манчегорска. Первую награду, звание почетный металлург, вручили старшему энергетику цеха электролиза никеля Сергею Бабарыкину. Я очень много вспоминаю людей, с которыми я начинал работать. Демидов Константин Александрович. В дальнейшем он стал главным инженером компании. Ермаков Игорь Геннадьевич. Он работал старшим мастером электродизаное отделение, а потом впоследствии стал мэром Манчегорска. То есть очень много людей. Ермаков Валерий Петрович. Всего были удостойны наград 352 сотрудника Кольской ГМК, компании Печенкострой и Колобыт. До армии начинала работать слесарем просто в транспортном цехе. После армии получил права и вернулся на родное производство. И так все продолжает трудиться. И как бы по династии у меня отец с мамой тоже имеют к этому отношению. Родилась в этом городе и, конечно, хотелось работать на комбинате, поскольку это градообразующее предприятие. И так сложилось, что моя трудовая книжка – это только Кольская ГМК. Мы работаем в Нурникеле, мы видим, как он развивается, он вкладывает в людей, он надеется на нас. Мы поставляем электроэнергию, которая нужна для выпуска металлов. Дальше трудиться, дальше больше и лучше. Очень много проектов, очень много амбиций, очень много того, что общими усилиями мы можем сделать в первую очередь для коллектива, для сотрудников. Спасибо всем, кто был сегодня. Спасибо тем, кто сейчас на рабочих местах. Спасибо тем, кто выдает металл. Огромные слова благодарности каждому работнику компании. В самый ответственный момент, как бы тебе ни было сложно, ты должен оставаться честным, открытым и ответственным человеком. Авторским монологом героев Дня Металлургов поздравил актер театра и кино Игорь Лифанов, пронзительным исполнением известных песен победитель шоу «Голос» Евгений Соломин. Как от волшебного смычка такая музыка. Петр Широбоков, Александр Пескова, Павел Третьяков, Максим Кравченко, Павел Удалов, ТВ21+, Манчегорск. 15 тысяч гостей в этом году принял фестиваль Териберка. Десятки мастер-классов, бои на мечах, еда из лучших ресторанов и 20 часов живой музыки. Наши корреспонденты провели выходные на краю света и готовы зарядить атмосферы праздника зрителей ТВ21+. Тысячи суверian и кости из десятков других регионов дождались на берегу Баренцева. Море гремит фестиваль Териберка. Если вы в этом году по какой-то причине сюда не доехали, не переживайте. Мы традиционно расскажем вам и покажем все самое зрелищное и сочное. Из развлечений сувенирная ярмарка, бои на мечах, мастер-классы и насыщенная концертная программа. Многие на фестиваль приезжают в первую очередь ради вкусной еды. Их можно понять. В этом году свои лучшие блюда сюда привезли больше 30 ресторанов. За два дня фестиваля на фудкорте продали 27 тысяч порций блюд. Многие приготовлены опытными поварами из Умбы. Мимо аромата мяса не могли пройти и мы. Привезли много хорошей выпечки, поморские калитки. В меню у нас молодая оленинка, шашлык из оленины, люля-кебаб из оленины, шурпай из оленины. А еще рагу тоже из оленины и свежих овощей в дуэте с ароматнейшим белым хлебом. Давайте попробуем. Нам только всего приятного сказали про это блюдо. Я, конечно, не сомневаюсь, что это очень вкусно. Давайте выпейсимся. Дорогу. Божественно. Какие эмоции фестиваль вызвал у гостей? Получилось ли корреспондентам ТВ-21+, получить ценный приз в беспроигрышном конкурсе? И что о мероприятии думают сами артисты? Расскажем в вечернем выпуске новостей. Евгения Гречуха, Даниил Скуратов, Александр Полистовский, ТВ-21+. Еще больше интересных и актуальных новостей вы найдете на нашем сайте Тараной АВТВ-21.ру и на нашем YouTube-канале. Телефон редакции 400-870. Не забывайте про Viber и WhatsApp и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Далее вас ждет прогноз погоды. Коротко о погоде в Мурманской области на сегодня. В Кандалакше переменная облачность плюс 20-22 градуса. В Умбе возможны кратковременные дожди. Температура воздуха до 19 и тепла. В полярных зорях без осадков плюс 18-20. В Апатитах около 20 градусов выше нуля переменная облачность. В Кировске возможен дождь плюс 16-18. В Кавдоре чуть теплее до 20 градусов. В Мончегорске переменная облачность плюс 18-20. В Лавозере столбики термометров поднимутся до 20 градусов. В Оленигорске без осадков плюс 20-22. В Никеле около 21 градуса тепла. В Заполярном переменная облачность плюс 18-20. В Североморске до 22 градусов со знаком плюс без осадков. В Мурманске дождя не ожидается. Переменная облачность плюс 20-22. Такой прогноз погоды предоставил нам Мурманский гидрометцентр. А наш выпуск завершен. Берегите себя и будьте здоровы. До встречи на ТВ-21+. Мурманский гидрометцентр.